Вот наш душ шикарный. Здесь мышься и на голову еще текет что-нибудь. Желательно помыться и быстро выскочить оттуда. Потому что там еще и что-нибудь пасть можно. Примерно в одинаковых условиях вынуждены жить люди в многоэтажках, которые остались без управления. На стенах плесень и трещины. Сантехника непригодна для использования. А пустующие квартиры становятся пристанищем для лиц без определенного места жительства. И такое соседство других жильцов не радует. Обслуживающей организации у нас нет. Аварийные к нам не приезжают. Даже почистить чаши генные они не могут. Потому что у нас все бежит. Сказали нужно. Мы их не обслуживаем. Мы вас не обслуживаем. Они не приезжают. Даже за деньги. Не хотят сюда ехать. Неплательщики и неблагополучный контингент таких домов доводят многоэтажки до плачевного состояния. Такие дома под управление не хочет брать ни одна организация. И их тоже можно понять. Ведь никто не хочет нести убытки. Страдают в этой ситуации прежде всего те, кто оплачивает все квитанции. В их числе и жильцы муниципальных квартир. Проблемой серьезно занялась администрация Каннска. Согласно жилищному кодексу, органы местного соуправления должны заниматься поиском управляющих компаний для брошенных домов. Власти объявляют торги, но это не дает ожидаемого эффекта. Или управляющая компания отказывается брать проблемные дома, или жильцов не устраивает новый ценник. Как итог, на сегодняшний день 21 дом в Канске без управления. В зоне риска у нас находится очень много домов. И мы считываем намерение управляющих организаций прекратить управление в отношении многоквартирных домов, которые не производят оплату своевременно за коммунальные ресурсы, за содержание жилого помещения. И есть у нас ряд домов, это вторая категория, которые тяжелы в управлении. Назовем их многоквартирные дома, которые ранее имели статус общежитий. Решить проблему домов, оставшихся без управления, могут изменения в жилищном кодексе, которые вступят в силу в январе 2019 года. С нового года органы местного самоуправления наделяются полномочиями выбирать и назначать управляющие организации, закреплять их заброшенными домами. Выбирать их будут по рейтингу и назначать на срок не более года.